В районной администрации прошло очередное заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. В его работе приняли участие заместители главы района, главы сельских поселений, руководители заинтересованных структур. Совещание вел глава муниципального образования Заур Хамирзов. Присутствующие обсудили вопросы содержания автомобильных дорог местного республиканского значения, состояния аварийности на дорогах, а также обсудили вопросы по взысканию штрафа в области безопасности дорожного движения. Вопрос обеспечения дорожной безопасности осветил начальник отделения Государственной инспекции безопасности дорожного движения межмуниципального отдела МВД России Кашхабльский Азамат Курашинов. Он отметил, что за истекший период 2021 года на территории Кашхабльского района было зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, при которых два человека получили телесные повреждения. В ходе повседневного контроля обследовано 165 километров уличной дорожной сети, подготовлено и выполнено 19 предписаний, составлено три протокола на владельцев автодорог. За истекший период 2021 года на обслуженной территории кражи угонов, когда транспортных средств не зарегистрировано. Также за истекший период с открытием ГИБДД в надзор для дорожного движения выявлено 25-й административных правонарушений. По статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации привлечено два гражданин. В целях обеспечения безопасности дорожного движения и снижения количества ДТП и тяжелых последствий считаю необходимым. Первое. Сконцентрировать усилия по надзору за дорожным движением. В населенных пунктах на пересечении нарушений скоростного режима, нарушение правил обгона и маневриза по надзору за соответствием правил дорожного движения пешеходами, проводить регулярные рейдерные мероприятия с выключением других служб ОВТ и общественности. На выявлении наиболее грубых нарушений правил дорожного движения, существенно влияющих на состояние аварийности, это управление транспортным средством в состоянии алкогольного, пене, нарушение права манипулирования и проезда перекресток. Второе. Взять под особый контроль эксплуатацию школьных автобусов, осуществляющих переборск у детей. В целях повышения эффективности пропагандистской деятельности необходимо продолжить практику выступления в СМИ с целью снижения аварийности на территории Кашхабовского района. Обратить особое внимание на контроль за обучением детей основным безопасным опроведением на улицах и дорогах и соблюдением ими правил дорожного движения. Провести целенаправленные пропагандистские кампании по предупреждению улучшения скоростного режима, правил обгона и маневрирования случаев управления транспортом с нетрезвым состоянием проезда перекрестков и предупреждения нарушения правил дорожного движения пешеходами. Для предотвращения дорожно-транспортных происшествий в темное время суток с участием пешехода совместно с органами местного управления, также владельцами автодорог, принять меры к обустройству необходимых участков дорог в июле с искусственным освещением, строительством пешеходных дорожек и тротуаров, оборудованием пешеходных переходов, дорожными знаками, разметками и ограждениями. О содержании дорог местного и регионального значения членам комиссии доложил генеральный директор Кашхабского ДРСО Махмуд Хатков. Важнейшим показателем автодорог, характеризующим транспортно-эксплуатационное состояние в различные периоды года, относят скорость, пропускную способность, безопасность, непрерывное движение автомобилей. Данный показатель зависит от эффективности мероприятия и работ по содержанию автомобильных дорог. На сегодняшний день содержание автомобильных дорог является основным видом деятельности Кашхабский ДРСО. В целях повышения транспортно-эксплуатационного состояния автодорог выполнены следующие работы. Содержание действующей сети автодорог по следующим направлениям. Уборка различных предметов и мусороселементов автомобильных дороги. 1440 км прохода. Ямочный ремонт асфальтобетонных и черногравильных покрытий с применением мягкой зернистых асфальтобетонной смеси на площади 137 квадратных метров. Вырыбка кустарника и подлеска вручную на 2 гектара. Валка деревьев 50 штук. Восстановление профиля гравийных дорог с добавлением нового материала 4635 квадратных метров. Ремонт и укрепление обочин с добавлением нового материала 1475 квадратных метров. На 19 марта текущий год Кашкарп Собирсу с учетом климатических условий, технического состояния проезжей части выполняла работы по зимнему содержанию. Было использовано 2537 тонн песка соляной смеси и произведена очистка автодорога с снегопротяженностью 177,2 км. На из выставных сооружениях выполнены работы очистка полос безопасности издового полотна вручную и механизированным способом от снега и грязи. В соответствии с проектами организации дорожного движения проведена замена щитков дорожных знаков. И установлены новые знаки на автодороге Майкоп-Геодинская-Псебайзенчукская-Карачаевск 22 единицы. В настоящее время предприятие в рамках программы безопасно-качественной дороги проводит подготовительные мероприятия к плане работы по выполнению на следующих автодорогах. Майкоп-Геодинская-Псебайзенчукская-Карачаевск протяженностью 2,667 км. Автодорога-подъезд Хутору Свободный Труд протяженностью 1,4 км. Подъезд селу Нароково протяженностью 0,6 км. Кашхабль-Соколов протяженностью километра. И автодорога-подъезд Кавлово-Бричи в протяженностью 1,5 км. В рамках, еще раз повторюсь, безопасно-качественной автомобильной дороги национального проекта. Также ведется подготовительная работа по ремонту автомобильной дороги подъезд поселку Комсомольский протяженностью 0,7 км. Начальник Ашхабского районного отделения судебных приставов Заур Ханахок проинформировал присутствующих о проводимой работе по вопросу взыскания штрафа в области безопасности дорожного движения, в том числе за управление транспортным средством в состоянии опьянения. На принудительном исполнении в Кашхабльском районном отделении судебных приставов по республике Адыгея находилось 4 660 исполнительных производств взыскания административных штрафов в области дорожного движения на сумму 5 млн 446 тысяч рублей. В прошлом году практически такая же цифра 4 625 исполнительных производств на сумму 5 млн 559 тысяч рублей. В том числе постановление судебных органов, как называется пьяных штрафов, 50 исполнительных производств на сумму 1 млн 500 тысяч рублей. В аналогичном периоде прошлого года было 60 исполнительных производств на сумму 1 млн 800 тысяч. Постановлению органов ГИБДД 4610 на сумму 3 млн 946 тысяч рублей. С 1 января возбуждено 831 исполнительное производство, в том числе судебных штрафов именно по пьяным штрафам, 14 на сумму 420 тысяч рублей. В прошлом году 16, ну практически цифры одинаковые. В завершение проводимой работе с населением о недопущении управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения лицами, лишенными права управления, доложил глава Ходзенского сельского поселения Рамазан Тваснаков. По итогам заседания глава района дал коллегам различные указания и рекомендации. Члены комиссии приняли соответствующие решения.